приветствую ухо непростая у нас сегодня с вами тема дело в том что после выхода ролика у чугунной новинки теплодара отопительной печи верона вы наши дорогие зрители канала fornax film предложили сравнить ее с абсолютным хитом продаж любимицы многих печных блогеров печью бахта что ж нам и самим интересно так что давайте сравним обе печи уже хорошо знакомы зрителям нашего канала но об ахте все же больше информации оно и понятно печь хоть и недавно на рынке но уже завоевала народную любовь к тому же появляется обратная связь от покупателей и от монтажников кстати на канале есть видео отчет от монтажа бахты кто не видел обязательно посмотрите но приступим к сравнению сразу скажу что обе печи изготавливаются из заготовок отлитых одним способом литье по газофизированным моделям литье в пенопласт кстати если присмотреться то на поверхности отливок можно даже увидеть следы от этих моделей будет такая структура как бы пенопластовая если вам интересен сам процесс литья то в описании будет ссылка на ролик с экскурсией на производство теплодара там где мы подробно все рассмотрели в качестве основного материала у вероны используются серый чугун который применяют большинство современных производителей а у бахты хромистый чугун марки ch1 вот я сейчас не буду рассуждать что из этого лучше но с уверенностью могу сказать что обе марки чугуна достойно ведут себя в печах как отечественных так и зарубежных прежде чем оценивать конструктив давайте оценим параметры печей объем отапливаемое помещение бахта 210 360 кубических метров верона менее оптимистично от 120 до 200 кубов но это кстати очень похоже на теплодар возможно при оценке планируем мощности компании пользуются различными методиками а возможно дело в том что бахту делают в воронеже где климат все же чуть помягче чем зимой у нас в сибири откуда родом верона мощность бахты 12 киловатт а у вероны видимо какая-то печатка в паспорте к изделию указано 74 киловатта но нужно быть объективным и понимать что печи хоть и мощные хоть и чугунные но режима длительного горения ждать от них не приходится но опять же материал чугун и его довольно много масса сто шесть килограммов сто сорок главный параметр который забудет многих кто выбирает печь глубина топки у обеих достойные параметры веро например глубина топки 54 сантиметра но у меня такое ощущение что если бы делали печи стопкой метровой глубины их бы тоже спрашивали почему непонятно печь естественно должна дышать регулировка подачи воздуха на горение в обеих печах реализовано с помощью ящика зольника однако у теплодара как мне показалось регулировка менее гибкая из-за боковых вырезов на ящике зольника печи так мощная да еще управлять ей будет сложнее поэтому здесь все-таки такое немножко минус гибкости в регулировке бахте добавляет нижняя створка на дверце это тоже важная штука для тонкой настройки работы печи а вот диаметр дымохода у обеих печей одинаковые 115 миллиметров и опять же у обеих есть возможность подключения сзади и сверху это очень здорово и это очень удобно для различных вариантов размещения печи в доме и это дает отличную возможность для маневра при монтаже монтажники скажут спасибо производителям варочная поверхность чугурными кольцами есть в обеих печей но у теплодара колец чуть больше и они чуть крупнее гарантия на печи производителю устанавливают одинаковую три года но как вы понимаете чугунная печь при грамотном уходе при правильной эксплуатации прослужит гораздо гораздо больше это будут десятилетия самое главное отличие у этих печей не в конструктиве а пожалуй в цвете дело в том что теплодар выпускается только в черном цвете в классическом а вот у бахты помимо черного есть еще и серый графитовый цвет но настоящее отличие заключается в цене здесь теплодар все же дешевле и выгоднее в плане соотношения массы печи и цена стоит он в данный момент по состоянию на осень 2022 года процентов на 10-12 дешевле в розницу чем печь бахта ну я думаю что это временная цена потому что как только продажи пойдут более усиленном режиме цена просто вернется на тот уровень который производитель запланировал изначально это наш прогноз что можно сказать еще про эти печи я думаю что тот кто просмотрел наш ролик до конца все-таки чувствует что лично мне бахта нравится чуть больше чем теплодар возможно это связано опять же особенностями массы этой печи и в том что когда мы ее собирали делать это было гораздо труднее чем оперировать с бахтой она чуть полегче и на мой взгляд все-таки не требуется избыточная масса чугуна в такой бытовой печи когда разница в 30-40 килограммов веса все-таки будет не очень заметно когда печь начнет отдавать тепло масса чугуна начнет отдавать тепло когда дрова в печи прогорят а вот доставлять печь на объект устанавливать ее кантова для того чтобы надевать прикручивать к ней ножки гораздо сложнее чем обращаться с бахтой ну и еще один ощутимый плюс бахты в том что у нее есть младшая сестра для тех кому не требуется большая печь для помещения для обогрева своего домика можно купить и установить младшую версию бахтинка которая также обладая всеми преимуществами этой печи будет радовать своих владельцев если вы с чем-то не согласны или у вас остались вопросы касательно этого сравнения напишите их комментариях мы обязательно ответим на ваши вопросы ну и также можете оставить свои вопросы в наших соц сетях там мы тоже общаемся с нашими подписчиками да и почаще заходите на сайт farnax.ru там есть очень интересные сезонные ценовые предложения ну естественно ждем вас в рознице в гости в городе новосибирске в наших магазинах до новых встреч счастливо